Завершается очередной срок полномочий народного избранника в округе. Михаил Раев выступил с отчетом о проделанной работе. Больше 20 лет представляя интересы химчан в Совете Депутатов, могу отметить, что наш городской округ заметно меняется с каждым годом. В Химках строятся новые школы, детские сады, открываются новые поликлиники, физкультурно-оздоровительные центры, благоустроиваются парки, создаются новые предприятия и рабочие места. Только за последние пять лет в Химках появились шесть новых поликлиник, 10 школ, 20 детских садов, 10 спортивных комплексов. Построен музейный комплекс «Артишок», проходит модернизация библиотек, возведены парки «Экоберег» и «Подресково», открыт проект «Активное долголетие» и построена Репинская развязка. Стремительное увеличение социальных объектов в Химках вызвано ростом численности населения. За 20 лет жителей округа стало в два раза больше. На первом месте для меня общение с жителями, мнение химчан, обсуждение инициатив и предложений. Хочу особенно подчеркнуть, что такое активное взаимодействие депутатов и граждан, представителей общественных организаций, помогает эффективно решать вопросы местного значения. В качестве примера могу назвать движение общественной поддержки социально значимых инициатив, которые объединили тысячи химчан. За активную жизненную позицию жители города избрали Михаила Раева лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить». В рамках проекта он принимает участие в круглых столах, проводимых сотрудниками ведущих химкинских предприятий, помогая продвигать инициативы жителей по улучшению родного города. Некоторые из них уже реализованы, в их числе речной трамвайчик, виртуальный музей «Химки. Все для фронта, все для победы», где собраны более сотни историй подвигов. Поддержку ветеранам оказывали не только в рамках проекта. Особенно хочу отметить важную меру социальной поддержки. Ежегодное решение Совета депутатов ветеранов Великой Отечественной войны освобождается от оплаты коммунальных платежей. Буквально на последнем заседании Совета депутатов мы также приняли аналогичное решение. Компенсация этих расходов идет за счет средств местного бюджета. При активном участии Михаила Раева разработал проект «Карта добрых дел», который позволяет быстро и оперативно решать просьбы химчан. Из недавних примеров могу назвать установку уличной спортивной игровой оборудования и благоустройства, предлагающей территорию детского сада Чебурашка, установку велопарковки для посетителей Сходинской поликлиники, ремонт сцен ДК «Ферсановка», сцен в Сходинской детской школе искусств. Михаил Раев уверен, только совместными усилиями, слушая и слыша друг друга, можно сделать жизнь в городе лучше, работая в одной команде. Уверен, что и горожане замечают все эти изменения в городе, которые удается решить администрацию округа и Совету депутатов и поддержки губернатора. У нас впереди еще много задач, считая, что все вместе, мы можем сделать еще очень много для нашего городского округа Химки. С 17 по 19 сентября химчанам предстоит выбрать новый состав Совета депутатов. Впервые жители будут голосовать не за списки партий, а за конкретных людей в пяти многомандатных округах.